МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бюджетную модель от французского концерна Рено в России ждали с нетерпением. Покупателей не смущало, что собираться машина будет в Москве на автофрамосе. Уж очень привлекательной была цена. Проектирование модели Лаган началось в 1998 году. Планировалось создать компактный семейный автомобиль со стартовой ценой 5000 евро. Благодаря использованию компьютерного моделирования не было создано ни одного предсерийного образца. Только это позволило сэкономить 20 миллионов евро. Лаган с кузовом седан внутри заводской обозначения модификации L90 был представлен публике в 2004 году. Тогда же началось его предсерийное производство в Румынии. Конструкцию создавали в расчете на эксплуатацию в странах третьего мира. Для плохих дорог предусмотрен дорожный просвет в 155 миллиметров. Версия для европейского рынка отличается меньшим на 20 миллиметров клиренсом. Сборка Лаганов, а именно так правильно на французский манер звучит название этого автомобиля, началась в 2005 году, а к концу 2006-го было продано уже более 56 тысяч экземпляров. В зависимости от специфики рынка, Лаган продается под марками Dacia, Renault и Nissan. В странах Европы, за исключением России, и в Марокко продается дача Лаган, собираемая в Румынии и в Марокко. Так же, как и у нас, под маркой Renault машина продается в Латинской Америке и с сентября 2009 года на Украине. В Иране Лаган известен как Renault Tandar. На рынке Мексики его название Nissan Apriot. На индийском рынке Лаган – это Mahindra Vereta. В 2008 году произошел рестайлинг Renault Lagan, а с 2009 года и в России было налажено производство обновленной машины. Изменения коснулись как экстерьера, так и интерьера автомобиля. Из существенных нововведений по технической части появилась АБС Bosch 8-го поколения с функцией распределения тормозных усилий при экстренном торможении. И для удешевления конструкции удален стабилизатор поперечной устойчивости. Он заменен усиленными амортизаторами. К радости многих автоледи появилась автоматическая коробка передач. Эта машина 2006 года выпуска в самой базовой комплектации с пробегом 150 тысяч километров. Цены на базовый Лаган в России стартовали от 9 тысяч долларов. В его оснащение входила лишь подушка безопасности водителя, иммобилайзер и аудиоподготовка. В более дорогих комплектациях предлагаются двигатели 1.6 в двух вариациях. Восьмиклапанный, мощностью 84 лошадиные силы, и 16-клапанный, мощностью 105 лошадиных сил. А также гидроусилитель руля, стеклоподъемники, дополнительные подушки безопасности и кондиционер. Такой Лаган получался все равно не дороже появившейся тогда же отечественной Калины. А ведь у него были такие сильные козыри, как огромный просторный салон, 510-литровый багажник и внушительных габаритов кузов. Но главное, уже через год после выхода Лаган заслужил у автолюбителей имидж неубиваемого автомобиля. Подвеска у новичка обнаружилась замечательная. Она практически полностью сглаживает ямы и ухабы российских дорог. Мягко и уверенно Лаган проезжает на скорости брусчатку и стыки асфальта. За это ему можно простить и дешевую отделку, которая со временем начинает издавать посторонние звуки в салоне. А салон этого автомобиля создавался по принципу дешево и сердито. Собственники этих машин наперебой рассказывают о сверчках, поющих под торпедо, и о плохой стыковке панелей. Вследствие чего даже на малых скоростях тихим салон назвать нельзя. Если хотите сохранить сидение в нормальном состоянии, то сразу оденьте чехлы или хотя бы майки, как в этом автомобиле. Дело в том, что обивка сидушек тоже бюджетная. Пыль в нее въедается намертво, да и рвется она очень легко. Звукоизоляция в Лагане с годами не ухудшается, она слабая изначально. Собственники этих машин часто пересаживаются на них с российского автопрома. Так вот, по отзывам автовладельцев, звукоизоляция здесь ближе к нашим машинам, чем к иномаркам. В первые Лаганы салонные фильтры не ставились, позже они появились, но такого плохого качества, что большинство собственников меняли их на нештатные. Энергоемкая подвеска Лагана действительно оказалась очень надежной. Много седанов служит в такси, и, по словам механиков, только весьма неразивому водителю удается ушатать автомобиль за 30 тысяч километров. Давайте разберемся, как имидж надежной и неприхотливой машины подтверждается практикой. Возникшие на ранних сроках проблемы с ходовой встречались только на первых машинах, пришедших к нам из Румынии, и совершенно не характерны для машин, собранных у нас на автофрамосе. Наша машина в самой простой модификации, поэтому у нее нет стабилизатора поперечной устойчивости. А вообще втулки и стойки стабилизатора, часто проблемные на других автомобилях, у этой машины живут порядка 50-60 тысяч километров. У неофициала стойка обойдется порядка 700 рублей, замена где-то столько же. Наконечники рулевых тяг, амортизаторы и шаровые опоры живут больше 100 тысяч километров. Замена амортизатора, кстати, обойдется вам порядка полутора тысяч рублей у неофициала, а у официала где-то в два раза дороже. Жесткую балку задней подвески владельцам Лаганов приходилось менять, ну разве что после серьезной аварии, а вообще у нее слава вечного агрегата. Детали передней тормозной системы не требуют частой замены. Колодки рекомендовано менять раз в 30 тысяч, а диски где-то раз в 60. Умельцы смазывают при ТО направляющие суппортов, и жизнь колодок и дисков увеличивается чуть ли не в два раза. Получается, что колодки ходят до 50 тысяч, а диски аж до 90. Средний срок службы задних колодок 80-100 тысяч километров. Конструкция передней подвески Лагана заимствована у Рено Клио второго поколения, задняя у Рено Модус. Для уменьшения расходов на разработку модели унификация коснулась и рулевого управления, оно от Рено Символ, а коробка передачи сцепления от Рено Меган второго поколения. На Лаган устанавливали только механическую коробку передач, и проблема у нее та же, что и у всех Рено – нечеткость переключения. Не всегда можно с первого раза включить первую передачу, бывает не попадаешь и в третью. Французы не считают это неисправностью, поэтому и не пытаются лечить. А вообще коробки беспроблемные, ходят очень долго и ломаются крайне редко. Не жалуются пользователи и на работу шарниров равных угловых скоростей. Менять его приходится только в случае, если вовремя не заменить его порванный пыльник. Детали сцепления даже в режиме жесткой эксплуатации московских такси живут не менее 50-60 тысяч километров пробега. Ну а при бережном отношении проходят и за сотню. Разработанные инженером Мерину в середине 90-х восьмиклапанники объемом 1,4 и 1,6 просты и достаточно надежны. И 75-сильный мотор, и его более мощная 90-сильная версия безболезненно переваривают бензин АИ-92, не требуя замены свеч ранее, чем через положенные 15 тысяч километров. В ПТС машин с 2007 по 2009 года неизменно указывает 87 лошадиных сил. У нашей машины 2006 года выпуска в ПТС 84 лошади. В большинстве же иностранных источников обычно все-таки указывается 90 лошадиных сил. Если же говорить о покупке поддержанной машины, то после нескольких лет эксплуатации, может быть, стоит предпочесть машину с более мощным двигателем 1,6. Водителям часто не хватает мощности мотора 1,4, и они раскручивают его до более высоких оборотов, особенно при полной загрузке машины. В результате двигатель изнашивается быстрее. На машинах из самых первых партий, поставлявшихся к нам из Румынии, могла порваться резинка задней опоры двигателя. А на почти новых автомобилях 2007 года были проблемы с холодным пуском. Последнему виной была новая прошивка двигателя, которую достаточно быстро поправили и установили на неуверенно запускавшиеся по утрам лаганы. Еще одна неприятность – подтекающий на некоторых машинах передний сальник коленчатого вала. Для лаганов не старше двух лет уплотнитель меняли бесплатно. И в этом случае очень везло тем, у кого пробег машины на тот момент приближался к 60 тысячам километров, когда по регламенту необходимо менять ремни ГРМ и навесного оборудования вместе со всеми роликами. Из-за сальника весь комплект меняли автоматом бесплатно. Кузов этой машины с достоинством перенес в московские зимы щедрый на дорожный реагент. Вообще, коррозия на лаганах встречается очень редко, что неплохо для машин этой ценовой категории. Видите много рыжих пятен? Задумайтесь, а не побывала ли эта машина в аварии. Благодаря качественной грунтовке сколы здесь не покрываются ржавчиной. Больные места в этом отношении – верхняя кромка ветрового и заднего стекла, а также водосточные желобки и задние колесные арки. Если машине на тот момент не исполнилось и года, детали перекрашивали бесплатно по гарантии. По гарантии меняли и ломавшиеся порой замки крышки багажника. И если предыдущий хозяин этого не делал, то, скорее всего, этот подарок достанется вам. Штатные дворники здесь не выдерживают никакой критики. Мало того, что они чистят очень плохо, их крепления ломаются. Например, здесь хозяин дворники уже поменял. Скорее всего, если вы выбираете поддержанный лаган, а дворники на нем родные, хозяин подготовился к продаже, снял хорошие дворники и поставил обратно лагановские. И вам предстоит это дополнительная трата. Проблем с электрооборудованием у лагана практически нет. В том числе и потому, что электрооборудования в этой машине – абсолютный минимум. Замены могут потребовать разве что лампочки в передних и задних фонарях, но лишь после двух-трех лет работы, что совершенно нормально. Я уже не раз упоминала, что лаган часто используют в качестве такси или разъездных автомобилей. К тому же собственники бюджетных машин часто пренебрегают своевременным обслужением. В итоге машина приходит к плохому состоянию, и большой пробег у нее скручивается. Электронный одометр давно не является проблемой. Самостоятельно, без специального оборудования, как, например, у Деоматиза, здесь пробег не скрутишь, но в интернете найдется много желающих помочь вам с этим за полторы тысячи рублей. Именно поэтому при выборе машины особое внимание уделите осмотру салона, по состоянию которого можно судить о пробеге. Обратите внимание на состояние руля, педалей, ручки КПП. Новые чехлы не должны ввести вас в заблуждение. Не поленитесь под них заглянуть. Кондиционер, установленный в машине в комплектации побогаче, чем наша, служит, верой и правдой, 3-4 года, после чего может потребоваться и водозаправка. В случае разгерметизации системы единичный. Другой вопрос. И без того небыстрый Лаган с двигателем 1,4 при включении кондиционера теряет мощность и повышается расход бензина, который у этой машины малым назвать тяжело. 1,4 кушает порядка 9 литров на 100 километров, а 1,6 – порядка 10. Вообще-то расход бензина у Лагана 1,6 совсем не обязательно будет значительно выше, чем у 1,4. Дело в том, что владельцы 1,4 вынуждены постоянно раскручивать двигатель своего автомобиля из-за недостатка его мощности. Результат краш-теста по системе Евро-НСЕП только 3 звезды. Корпус Лагана оказался прочным, но при фронтальном ударе зафиксированы большие перегрузки на грудную клетку переднего пассажира. Также высокие перегрузки были зарегистрированы на грудную клетку водителя во время бокового удара. Защита детей оказалась достаточно хорошей, но защита пешеходов почти нулевой. Угоняемость французских автомобилей вообще и Лагана в частности высокой назвать нельзя. Зато постоянно воруют молдинги, зеркала, да и все, что можно открутить. Ведь на рынке поддержанных запчастей они пользуются устойчивым спросом. Получается, что по совокупности факторов наилучшим вариантом приобретения поддержанного Лагана является машина с мотором 1.6 с 16-клапанным двигателем, чтобы вы могли позволить себе хотя бы комплектацию с кондиционером. Ждать от этого автомобиля ярких показателей по комфорту и динамике, наверное, не стоит. Зато Рено Лаган – это уникальный пример современного, экологичного и эргономичного автомобиля, очень надежного и неприхотливого к российским условиям по очень разумной цене. Редактор субтитров А.Семкин